Как вы думаете, какой автомобиль могли назвать деревяшкой? Знакомьтесь, Ford Crown Victoria LTD Country Square. Выпускать этого монстра начали в 1979 году в США. Стилизация под дерево – дань 40-м годам, когда металл в основном шел на военную продукцию, но в нашем случае это пленка, имитирующая его. Необычно и красиво, отсюда и прозвище. Дизайн, как вы видите, довольно просто. Рубленные формы, витринные стекла, окантованные хромированными молдингами, громадный капот с прицелом, большие блестящие бамперы. Какой американец без V-образной восьмерки? Низкооборотистый мотор со скромным по американским меркам объемом в 5 литров и мощностью 220 лошадиных сил. Кстати, абсолютно неприхотлив к топливу. Багажник огромный. При собранных задних креслах длина груза может составлять 220 сантиметров, а ширина 140, полноценная двуспальная кровать, которую по достоинству ценили романтики дальних путешествий и влюбленные пары. На водительском месте полноценный диван. На нем смело можно уместиться втроем. Из удобств даже регулировка руля по наклону, гидроусилитель, электростеклоподъемники всех дверей, круиз-контроль, автосвет и электрорегулировка сидений. Справа управление климат-контролем и приемник. А над ними бортовой компьютер. Согласитесь, весьма неплохие опции у автомобиля того времени. А как он на ходу? Звук мотора приятен на слух, но при этом он не шумный. Динамика на уровне. Ее хватает, чтобы выделиться из потока и сегодня. Машина приятна в управлении. Руль острый. Всего полтора оборота. Хотя несколько инерционно, как при разгоне, так и при торможении. Поэтому надо делать поправку на фирменную американскую вальяжность. Действительно, зачем куда-то спешить? Расход бензина около 20 литров на суток. Автоматическая коробка переключается плавно и почти незаметно. Этот Ford был очень популярен у простых граждан. Состоял на службе в полиции и такси. И даже стал героем таких фильмов, как «Терминатор 2», «Трудно ребенок» и другие. Достойный классический американец, любим владельцами до сих пор. И все еще довольно часто встречается на дорогах Соединенных Штатов. Очень жаль, что эпоха таких ярких и надежных автомобилей осталась в прошлом. В 1992 году он уступил место новой модели. Но это, как говорят, уже другая история. Субтитры создавал DimaTorzok